Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святое Евангелие от Луки, глава 8, с 26 по 33 стих. И приплыли в страну Годоринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами. И с давнего времени и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах, он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал, что тебе до меня, Иисусе, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня, ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из всего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами. И сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, как тебе имя? Он сказал, легион, потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволило им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней. И бросилось стадо скрутизны в озеро, и потонуло толкованием. Смотри, бес одержим двумя страстями злобы. Дерзостью. Дерзостью и страхом. Ибо слова, что тебе до меня, свойственны дерзкому и бесстыдному рабу. А умоляю тебя, боязливому. Живет он в гробах с намерением вложить людям лукавую мысль, что души умерших становятся бесами. Что-то пахнет. Читай, читай. Пахнет, читай. Читай. Не обращай внимания. Он что-то насрал, что ли. Не обращай внимания. Бесы просят о том, чтобы им не повелено было идти в бездну, но позволено еще пожить на земле. Господь позволяет им быть на земле, чтобы они, нападая на людей, делали их более славными. Ибо если бы не было противоборствующих, не было бы и подвигов. А если бы не было подвигов, не было бы и венцов. Знай и более переносимый смысл. Кто имеет в себя бесов, то есть бесовские дела, тот не надевает на себя одежды, то есть не имеет одежды крещения, не живет в дому, то есть в церкви. Ибо не достоин входить в церковь, но живет в гробах, то есть в местах мертвых дел, например, в домах непотребных, мытницах, самознях. Ибо такие дома суть вместилища злобы. Что мы можем взять с сегодняшнего чтения? Как к нам применить? Ты когда-нибудь видел людей, одержимых бесами? Нет. Чтобы их цепями сковывали, наручниками? Нет. Нет. Забирали за нарушением, но видел, закрывали в клетку. преступников, обычно пьяных. Вот одержимый бесом пьянства, он напился, кидается на всех. Его в наручники, он все равно кидается. Есть такие. А этот жил, где этот бесноватый жил? В домах непотребных. В домах? В гробнице. В пещерах. Похоже твое жилище на пещеру? Да. Может быть ты тоже бесноватый? Любишь в грязи жить, в одиночестве. Только что не пугаешь никого. И когда пытаюсь тебя туда вытащить на свет Божий, чего ты отвечаешь? Не мучь меня, что ты пришел раньше времени? Я одиночество люблю. Зачем мне ваше наставление, нравоучение? Было дело? Чего пристал, как банный лис? Кто это в тебе так говорил? Бе-бе-бес. Бе-бе-бес. Вот он забе-бе-бекал. Как с ними бороться? Постом и молитвой. Постом и молитвой. Кому нужно молиться? Господу Иисусу Христу. Погромче отвечай. Господу Иисусу Христу. А где он его победил? Когда власть этих бесов демонов закончилась? О тысячелетнем царстве читал? В книге Откровений? Не помню. Не помнишь уже? Когда оно, это тысячелетнее царство Христа, началось? В Рождество Христовое. Неправильно. Двойка. Смертью смерть попрал. Слышал мы поем? Чьей смертью кто попрал и какую смерть? Ну, Иисус Христос попрал своей смертью смерть дьявола. А что такое смерть дьявола? Что теперь дьявол не умирает? Ну, он сквал бы. Насколько? На какой промежуток времени? Написано, сквалову на тысячу лет. Если на Голгофе, то есть в тысячном году он должен был бы выпущен. Но толкователь нам толкует, что тысячу лет, это значит много лет. Мы говорим, я не видел тебя сто лет, мы же столько не живем. Два месяца не виделись. Говорю, я тебе сто лет или тысячу лет тебя не видел. Так же и здесь. Тысяча означает множество. Потом дьявол будет выпущен на свободу. Когда антихрист придет. Власть его сколько будет длиться? Три года. Двойка. Три с половиной. Три с половиной года. А потом, что произойдет? Иисус Христос бросит его в бездну. Сбросит его в бездну. Как он его убьет? Мечом уст своих. Слово. И все бесы и демоны, его служители, последователи, последуют за ним. Куда? В бездну. Гиенна огненная. В вечные мучения. И куда с ними еще отправиться туда? Все нечестивые. Нечестивые люди. Что значит нечестивые? Не соблюдающие Слово Божие. Не его закон. Да. А кто туда не попадет? Верующие в Иисуса Христа. Исполняющие его дела? Сможет и себе такое сказать? Угу. Что тебе не достает? Ну, или лень? Лень. Без лени обуял тебя. Когда ты последний раз молился, чтобы этот бес лени вышел? Я своими словами не умею молиться. Поэтому он и не выходит. А что еще мить? Скажи, Господи, помоги мне избавиться от беса, лень. Я же тебя учил. Повторяй. Господи, помоги мне избавиться от беса, лени. Ну вот. Ну вот, вера у тебя в это есть, что он может идти. Ты же на тренировку в костюме бегаешь, потеешь, трудишься, когда я рядом, у тебя он отходит, этот бес. Только ты один где-то остаешься, надзирателя с палкой нет, он тебя опять обуевает. А нам Господь оставил крестное знамение. Я-то не вечно буду с тобой, нянька цит. Ты должен сам уже научиться побеждать в молитвы, постом. Только что-то заленился, видишь, затормозил, застал, все, перекрестился. Господи, помоги мне избавиться от беса, лени. Он отойдет. Тем более сейчас пост идет. А они два в обнимку идут. Лени, объедение. Объелся, делать ничего не охота. Поэтому церковь, как любящая мать, установила посты, чтобы человек мог за время поста избавиться от этих бесов. Лени, объедение, чревоугодие и так далее, и тому подобное. Их легион целый. Легион множества. Куда Христос этих бесов направил, когда из человека он их изгнал? В свиней. Куда они вошли? В свиней. Что с этими свиньями случилось? Бросившись с крутого берега, потунули в море. Потунули в море. Почему это нас учит? Ну, или возвращать к этому баржу. А то, что будет? То же самое. Показать, какие они страшные эти бесы, они легко могут убить человека. Человек ленивый, он подобен воловьям и помету, никто с ним не хочет общаться. Никто к нему в гости не ходит, никто не приглашает его, никому он не нужен. Он ленивый, он дармоед. Потом воровать идет, чужое берет. Он его усадит в тюрьму. Если он не исправляется, его там в тюрьме могут убить, зарезать. Паразит. Так же в организме бывают заводятся паразиты, гельминты, глисты всякие. Они могут, если их не вытравливать, человека сожрать. Печенку там съесть, все. Так же и люди ленивые, они паразиты на земле, они привыкли жить за счет других. Притча о богаче и лазере. Читал, что был богач, пиршествовал блистательно, рядом нищий сидел. Но он его не помог. Где этот богач оказался? В аду. Поэтому нам надо, в виде таких ленивых, нищих, помогать им не только материально, но и в первую очередь не потакать их не лени, а помочь там устроиться на работу. Как-то там. В общем, дать ему не рыбу, а удочку. Чтобы научиться его самому трудиться себе, добывать на пропитание. на то, что без лени тебя не отпускает, и потому что нет усердной молитвы у тебя в это. То есть, надо каждый день только чуть заленился, Господи, избавь меня от лени. Господи, избавь меня от лени. на меня он нападает, да на каждого человека. Это такой бес страшный. Еще, мы молимся сейчас, Господи, Дух праздности не дашь мне. Праздность, это когда у человека всегда праздник. Праздник, это значит, на работу идти не надо. Все пенсионеры, не работающие, у них дух праздности. Они думают, что вот, я на себе на всю жизнь заработал, можно тебе ничего не делать. Можно ничего не делать, но молитву-то не оставлять, это тоже дело Божье. И одной веры недостаточно. Нужно, кто еще, кроме веры? Дела. Дела. А как ты будешь делать дела, если без лени тебя обуял? Ничего и делать неохота, он тебя сковал. Надо идти, объявление расклеивать, посмотрел, там буран, там гололед, там лев где-то ходит, собаки бродячие бегают, вдруг меня загрызут, не пойду никуда, я лучше дома, объемся, лягу, сяду да спать буду. Хорошо так жить? Да, всего хорошего. Всего хорошего, конечно, у тебя будет ни друзей, ни врагов, ничего у тебя так. Вот. Ну вот еще другой смысл, то есть, вот этот человек, он был без одежды, ходил, что значит без одежды в духовном плане? Одежда. Бескресенье. Бескресенье, да. У тебя, слава Богу, тебе Бог миловал, у тебя есть эта одежда. Вот. Вот ты эту одежду запачкал, ушел из церкви и не ходил. Какой вес на тебя напал? Заботы житейские. Плоское болото. Купил себе пещеру и как этот бесноватый сбросил одежду крещения, забыл, что ты христианин и стал там жить в грязи, питаться с помойки. А потом, как в притче возвращения блудного сына было, вернулся в церковь, пошел на исповедь, покаялся. Вот. Ну и теперь, слава Богу, опять в стадии оглашенных. Слушай, Слово Божие пройдет какое-то время, батюшка опять тебя допустит до причастия, будешь опять вновь с литургии, на литургии верных присутствий и станешь опять христианином. Будет надежда на спасение. Вот. Поблагодарим Бога. Пойдем завтра готовить. Более отца и сына и святого духа. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Иисусе Христе, Сыне Божий. Аминь.